Итак, уважаемые господа, на свете жирный голубь, и короче, купил я опять, а что я говорю, давайте я вам покажу, что я купил, короче, вот опять, короче, купил эту фигню, посмотрите, да, водок, короче, купил опять, ну, я думаю, собачки наши на один укос, она потенциально, короче, подсознательный крокодил, и все это прокусится на уразах. Ну, да ладно, я поэтому взял три метра, чтобы потом связать разгрызенные места, да, между собой, вот, а так бы двух хватило, вот, вообще, да, гарантий никаких, конечно, российское производство удивительно, что что-то еще делают в России, вот, ну, что, и пивнух проходил, пиво Афанасий живое, это, если сказать, нефильтрованное, ну, а что делать, брать нечего, потому что дорогое все в этом магазине, и то я его в прошлый день взял, оно 175 было, а сейчас уже у нас 190, ну и ну, короче, да, блин, деньги у нас отбирают лохотронщика, блин, пиво-то, ладно, можно не покупать живое пиво, обойтись без него, фиг бы с ним, а вот лохотрон, короче, собачьи доктора, это грандиозный лохотрон, вот, прям жуткий, ну, надо как-то найти где-то место, где эти ошейники поводки, они дешевле были бы, чем в магазине, потому что в магазине самый-самый дешевый 400 рублей, и это совершенно никуда не годится, вот, это полная днища, короче, за какой-то там ошейник несчастный, особенно, который, там длина 3 сантиметра, блин, вот, за него платить, платить, переплачивать бешеные бабки, это не годится, да и за поводки тоже, короче, все, короче, минимальная ставка 400, мне не нравится, закупочная цена, наверное, 100 рублей у этих всех поводков господа, вот, чтобы с собачками гулять, ладно, ну, это самое, как нас врачи, конечно, надули, да, пиздето, да, собачий доктора, это как 4 поводка, блин, стоит, визит к собачьему доктору, поэтому я сразу сказал, не надо, нет, все равно, все равно пошли, заплатили, испугались, за большую собаку толстую, а большая собаку толстая, ей все равно, короче, ей ничего не будет, вот, она и нас переживет, мне так кажется, большая, толстая, вот, короче, так, смотрим, что будет, делаю вставку, этот несчастный ошейничек, поводок, перегрызет, первое же надевание, короче, одену, и перегрызет, как тогда с рулеткой было, рулетку перегрызла, первый раз ее одел, собачку вывел на улицу, она ее подкусила побольше, рулетка туда внутрь свернулась, и все, и все, и пропало, короче, 1400, так что, простое решение, оно все-таки, немного лучше, его не так, жалко, как немецкую рулетку, если она туда свернется, я, конечно, инструкцию нашел, как ее чинить, но побоялся, побоялся, что мне пружина зафигачит прямо в глаз, да, это надо аккуратно разбирать, вот, поэтому собачью рулетку я не починил, испугался пружины, потому что если пружина развернется, то там вообще пиздец, короче, будет, ну да ладно, все, продвигаемся, господа, пишите там, что думаете, вот, как выходить из этой ситуации, с Алиэкспресса заказывать, кстати, не вариант ни хрена, поводки, ошейники, потому что идут 60 дней, это там минимальные идут, короче, а то и больше, еще и половина заказов не дает, мы сколько заказывали на Алиэкспрессе, куча, половина заказана, вот так и не пришла, вот, а деньги-то, господа, уплочены, да-да, не удивляйтесь.